мы все маленечко нервничаем но естественно животные все это видят но сейчас пока вроде все нормально скорая умерла анализы все сделали помимо грыжи там еще какая-то непроходимость сейчас будут делать операцию ну и в десять часов сейчас половина девятого сказали что уже можно будет если дозвонимся то узнать результат ну вот я к храму уже сгонял сейчас лариска там со своими пирогами короче да все будет нормально все будет хорошо да софочка ты как считаешь все будет хорошо любит у меня на плечо сидеть мы с ней так по квартире гуляем она заглядывает куда ей там надо и интересно все ну чё ты там себя уйдем мартышка маленькая ладно беги гулять да слазь же уже ну ты будешь слазить всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритье в обритье в обритье тоже у нас сегодня сегодня у нас много интересных вещей что-то чуть более интересно чуть что-то чуть менее но тем не менее сегодня будут такие штуки о которых я давно мечтал и вот сегодня впервые я смогу это презентовать на канале и мне самого до чертиков интересно а как это сработает так ли как я ожидал или какие-то ощущения будут все-таки несколько иные пока так пока так это касается например вот чаши для бритья но у меня сейчас стоит на полочке так и вся и вся такая красивая прям дух как будет деле ну узнаем совсем скоро идите на крупный план догоняйте а я начинаю ночью не узнали брата колю в таком-то виде да конечно же его трудно узнать короче смог прицепить пендюрить все что можно было бы это конечно же вот этот замечательный чехол который мне уже начинает травиться которая прислала опасная бритва рф и который блин реально кайфово ребята кому жалко вот тратить денег на такие вот вещи ссылку я оставлю в описании сходить посмотрите то в принципе то тут взять поставить станок взять вот так его ввести необходимые параметры найти кусок кожи то сделать это самому конечно же мне кажется не трудно но это для чумелых ручек и заморочиться на кто не хочет тратить время тот может потратить деньги и взять такую штуку потому что блин ну ребята реально кайф реально работает и прям вы раз это сделаете от практически под любой станок потому что в общий параметр у станков примерно соблюдены хорошая штука мне понравилось очень очень особенно по кайфу что она пахнет кожей вот это то около разов машиночка обалденная штучка кстати к вопросу о станках дорогу там тырц тырц и в дорогу и все о чем больше ничего не надо и вторая штучка за которую у нас уже тут ребята спрашивают что взяли подставочку которая в родной коробке выглядит вот так тоже от урок рокл разор мощно красиво защищена красиво оформлена подставочка для их родного станка ну как вы сами уже успели заметить можно вставлять любой станок ручка которого по диаметру подходит и парни говорят что-то там с весом не так на сайте указано там 220 у меня 170 чего за фигня вот ребята фигня есть определенные вещи которые по приезду в россию толстеют то есть они весят больше чем заявлено видимо эта подставка из другой серии когда они попадают в россию они худеют вот у меня тоже 170 грамм грубо говоря 173 но от этого он мне как-то меньше нравится не стал такая знаете увесистая железяка который так раз можно поставить и все кстати один из вас комментариях писал что вадим а что ты тут за резинку понтуешься все нормально горит его так поставил не грохота ничего нет я переживал за следующее металл металл стекло во время бритья когда я буду ставить сюда станок звук по металлу будет переходить стекло и вам же будет по ушам передавать человек говорит что ему ничего не бренчит ну вот давайте сегодня будем брить попробовать послушаем как будет брончать или нет ну и наконец сам станок да ребята это не то что я хотел бы сегодня показывать но тут как в том анекдоте надо федя надо это станок от яков такую голову мы с вами реплику от феникса мы уже видели но здесь сегодня будет другая ручка но вот это вот не тот тяжеловес который был доселе но все-таки знаете что тут вот тут вот лично для меня это уже поинтереснее хотя длина тут несколько больше чем я привык но тем не менее цепкость хваткость вот что-то в нем есть такое и тактильность ну прям зашкаливает у знаете он прям прицепился к руке и он точно не будет сваливаться так что же это это т-образный станок трехсоставной голова от феникса сейчас мы с него снимем все параметрические для начала давайте наверно посмотрим сколько он сам весит в принципе то 116 ну я его уже практически люблю ручка 90 ну вот вот то что надо глава отдельно 26 длина ручки умопромрачительные 11 сантиметров при диаметре 12 миллиметров вполне комфортный для меня голову так чтобы уже просто мы и уже и так мерили 41 миллиметр при ширине 23 8 изящность 7 и 2 качество изготовления ребята меня лично устраивает не совсем не понятен материал изготовления этой вещицы несомненно красивый нож мне кажется через чушь блестящая особенно насечка смотрите на по шарам прям аж ух потому что он там внутри где резьба я вижу что материал белый можно было бы предположить что это сталь но растали начни жавейка что ли какой смысл нержавейку покрывать вот таким вот макаром лично для меня непонятно но тем не менее увеситься такая примерно приятно 90 грамм сами понимаете здесь все как положено тоже самая блестючесть сохраняется надпись яки тарын тарын ну и здесь этот зубастик мне понравилась фраза одного из наших подписчиков который сказал получаю новый станок если не знаю что ставить ставлю спутник но вот спутник хотел поставить хотел и вот тут под руку подвернулся наш старый добрый восход который опять же на канале есть благодаря нашим подписчикам он смотрите старого старого года еще ссср его сделал так как мы с вами эту голову уже знаем в принципе как средне мягкую ну чуть выше ну достаточно комфортную то я подумал что врач об нам это лезвие то не поставить за одним не посмотреть еще раз на работу старого лезвия лезвия канолевая для такого случая вот кто бы мог подумать что спустя столько-столько лет наше ссср овская лезвие смотрите все же фиолетовый желтая прям такая промокашка хотя я бы не удивился типа на допустим с нуля была вот такая желтая потому что много предметов вот такой желтой кальки выпускали хотя может она и от времени такая стала так вот кто бы мог подумать что наше ссср овской лезвие из нержавеющей стали восход встретиться с китайцем а вот ребята жизнь штука такая ты думаешь одно выворачивает совсем по-другому хотя получается совсем третье тут главное варежка не щелкать и чтоб все было по красоте ну вот смотрим что у нас получается пока вроде ровненько не знаю как у вас меня сейчас в глазах прям рябит от это количество этих зубьев да вроде ровно все ну вот со станком разобрались так ну а мыльно-пузырные спросите вы таки я вам отвечу осталось у меня две вот таких вот штучки от алексея рогового от его группы в контактах и хлопцы просвещайте что-то эту туплю по полной если с витасом как-то все ясно и понятно то вот джель инженезанта пербарба ребята пербарба это же для бритья правильно то есть я вот со своей сермяжной логикой подхожу я так понимаю что это от целый гель для бритья ну а с другой стороны знаете какой-то червячок там шкрябает иванов тупица ты чё пербарба это перед бритьем вот тут-то я и завис то есть шеце таки или это гель пришейф то есть нанес потом бреешься или это гель для бритья то есть нанес и пенка какая-то у тебя там полезла и ты начинаешь бриться google кто скажет иванов но ты же умный мужик так загуглить можешь могу ребята загуглил там минимум описания так что вот я вот тупанул единственное что он депантенол вот как-то вот намякивает на то что это все-таки для бритья хотя фиг его знает вот тут трудно сказать ребята кто сталкивался вот с такой штукой скажите пожалуйста и после того как вы скажете вот будем ее соответствующе использовать потому что у меня что-то мозгов не хватает сегодня вот маму скоро отправили и сейчас мозги маленечко набегрень вот подожду пока вы скажете потом с этим разберемся но с этим ждать ребята не надо алексей прислал вот такой вот кирпичик который называется витас красный цвет с глицерином насколько я знаю все мыло для бритья с глицерином раз уж здесь такой акцент на глицерине то наверное тут его как-то поболее чем в остальных будет я так понимаю да так убираем добрался до самой тушки мыло несомненно твердая но не как кирпич промять пальцем его все-таки промьете он смотрите видите вот отметочку маленькую оставил запаха какого-то такого ядрен батон вырви глаз нет здесь не наблюдается запаха мыло тоже я сильно не чувствую а может быть у меня сегодня нюх отключила ну просто запах чего-то мыль на пузырном такой знаете еле-еле заметный как на эти вот шлейф как будто вы заходите какое помещение осознаете что да года полтора-два здесь была женщина какая уже не поймешь понятно что женщина а что за женщина вот как-то вот так вот тоненького намекает ну а какой будет в работе из мы сейчас узнаем чем сбивать то будем я ребят схватываю на лету мне два раза говорить не надо вот у нас тут от димыча остался помазочек синтетика который называется раза кора разорак big bruce не big brush big bruce кто-то из вас правильно акцент сделал хотя честно сказать я вот мне почему-то сразу бит bruce ли проскочил и я как-то вот тоже странно к этому относится на самом деле да big bruce разорак синтетика ярко выраженная лично для меня он мягкий я уже говорил почему потому что набивка при такой длине узла она для меня недостаточно то есть я его чувствую как мягкий при какой для не узла давайте параметрические снимем привесе 86 грамм ну средний такой вес не тяжелый нелегкий длина ручки 52 с половиной миллиметра наименьший диаметр 31 максимальный 39 и такая вогнутая получается на штучка наружный узел 27 миллиметров и высота узла 60 качество синтетики по внешнему виду его по этому навершию но очень-очень сильно напоминает fine волосы hair angel волосы ангела по мягкости вот эта штучка да такая же мягкая какой-то исключительностью вот в этом плане лично для меня он не отличается потому что точно такую же мягкость я находил в других синтетиках не только европейцах но и в китайцах одно лишь могу сказать что она приятная набивка когда смотришь сверху то в принципе все нормально все хорошо но я чувствую что он мягкий нет в нем той упругости плотности на которую я в большей степени рассчитываю но это предварительные такие какие-то ощущения поэтому сейчас заранее вперед не будем забегать понравится не понравится опять же мне это мы узнаем потому что например вот или в комментариях пишут туда я от него фанатею классно как будет у нас посмотрим вот что еще точно могу сказать то что от этой ручки я точно фанатею потому что она ребят чертовски удобная она по кайфу реально то есть ее брать не заморачиваешься хочешь пальцовым хватом хочешь жестким таким найти для набора и что-то там квашню какую-то на лице наводить так тырцово пер и на дынь 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 и попер стране угля добывать то есть вот тут в этом плане все нормально ну а так внешне да красавец что тут скажешь вообще красотуля молодец хороший хороший посмотрим как будет в работе и не удержался ребята хлопцы сегодня хочу запытать вот эту вот чашу которую нам подогнала опасная бритва рф от команды diar harris она должна быть из рога да и больше чем уверен что она из рога потому что опасная бритва рф фейков не держит я конечно рассчитывал что вот эти вот полосы вот эти вот и внутри здесь будут ну другой стороны так даже лучше для видео потому что пенка беленькая внутренности темненькие но и вам будет лучше видно что там собственно внутри происходит это не совсем обычная чаша по функционалу я думаю что она немного снижена потому что здесь нет ни насечек и размер не самый такой знаете попсовый топовый это во первых можно классифицировать как дорожный набор то есть вот взять с собой такую дорогу а во вторых как фановый то есть ну от этого просто получать удовольствие вот допустим вот у вас на полочке стоит вот такая чаша да ничего не красиво что конечно красиво у вас полно чашек вы можете пойти на кухню взять все что угодно вы можете скатался купить там чашу любую какую хотите но это рок это рок это это живое это не пластик это не что-то такое это вот что-то вот знаете вот именно для души я на эту чашу сколько раз заходил на сайт опасной брит и все время заглядывался с чего гиар харрис англичане решили из рога делать ребята и не спрашивайте я не знаю но пока мне это чаша вот по кайфу хотя и чаши то это конечно язык не наворачивается вернее не заворачивается господи не поворачивается назвать потому что ну вот в ладошки тырц и все но с другой стороны мы же ладошки с вами взбиваем нефиг вот на тебе и пожалуйста как будет реальность узнаем совсем скоро автошивом вот автошив ли подвернулся по моему нас уже был на обзоре но что-то так нагло знаете вот на столе болтается и ну ах ты ну-ка иди сюда вот сегодня еще раз будет автошив от компании ли да еще и бальзамчик а вот такая вот штука будет я думаю что он не подведет как и все от компании ли плюс ко всему сегодня будут устраивать протекцию нам два карандаша до специально сделаны именно для наших дел точечного воздействия делает их опасная бритва рф я специально здесь нанес маркировку что сами баллоны к сожалению никак не маркируются опасная бритва когда их делает из-за люма калиевых квадсов она подразделяет что один стронг а другой обыкновенный то я вот на стронге красную точку то и поставил чем лично мне нравится не давайте начали что не нравится не нравится что не подписаны с одной стороны да если я взял допустим один себе карандаш я точно знаю что вот этот мягенький этот стронг то мне как бы вот это вот все и нафиг не надо подписывать там что-то еще а с другой стороны а если я допустим взял два вот как у меня сейчас и как мне их между собой различать ну только вот таким вот простым серымяжным способом а теперь что нравится нравится упаковка сделано качественно хорошо да это плавленные алюмокватцы но в дорогу взять да нефиг делать и взял пожалуйста у себя в доме где-то на полочку поставить да запросто точно так же взял и поставил использовать его как оружие массового поражения допустим как тот же самый камень но в принципе теоретически возможно если вот его выкрутить из ручки кстати он не очень-то и выкручивается а я не хочу рисковать ну как сломается и нафиг надо туда тогда его можно было бы взять так вот намочить вот этой поверхности их по лицу и все ликвидировать но другой стороны его можно использовать и точечно так вот что-то типа такого вот сегодня они у нас на шухе либо на дежурстве и будут стоять ну чё уже все уже пошли бриться слегка намочу чтобы сделать пришейф из мыла витас красный за глицерином не пойму почему алексей сделал акцент на то что глицерином потому что все мы прекрасно знаем что глицерин есть в любом или вообще в любом и только для бритья его добавляют чуточку больше почему что но он увлажняет кожу помогает нашей вот этого щетине быстрее отмокать ну и приходить порядок усмотреть маленечко на шоркала как бы уже камильфо ну значит дело уже за компрессом а что нам торопиться давайте вначале наверно забьем пенку а потом уже будем делать компресс да давайте так и поступим наша супер пупер чаша и помазок который я уже мы сейчас нам надо его просто намочить потому что это синтетика специально замачивать как вы знаете синтетику не надо влагу держит нормально влагу ну не что-то супер пупер ну нормально что нормально хорошо так сейчас заберем начали на помазок а потом уже пойдем чашу при заборе понимаю что не так уж и просто его расплющить что все-таки форму держит до конца плющит себя не дает стержень он присутствует это хорошо хорошо потом уже во время нанесения пены посмотрим будет ли он мешать будет ли он под ногами путаться по идее вот в таком камильфо уже можно было бы наверно идти на лицо но у нас же есть чаша давай сейчас лишнее суда соберу жалко с таким мылом оставаться ну посмотрим что она могет ребят хочу предупредить что эта чаша не для монстров эта чаша если вы пользуетесь помазком м с очка ну прям наверно все таки вверх лучше всего маленькие помазки вот есть у вас любовь к 18 20 22 миллиметровым помазком тогда да эта чаша вам скорее всего будет по кайфу этот же монстр гораздо больше поэтому то что эти сейчас выпирает вы сильно внимания не обращайте все-таки предпочтение за помазками 20 22 18 миллиметров пока справляется удобно хорошо правда большая часть пен остается на пальцах но я вот к этому был готов к этому был готов вот к тем помазкам которые у меня все в наличии эта чаша конечно же подойдет на вряд ли потому что у меня все здоровы не меньше 24 по моему нет нифига ничего дальше я не вижу смысла заниматься демокративным потому что пена уже есть она как науках так и на помазке чаша чаша нравится продолжает ее функциональность с маленьким помазком я бы наверное и понял больше с таким помазком конечно же она под вопросом поэтому чё тянуть пошли бриться компресс это хорошо как-то парни спрашивали на завершающей стадии какой компресс лучше горячий или холодный ребят подготовительный всегда теплый температура не свыше 45 градусов но чтоб вам сильно не распаривать вашу кожу а вот завершающий как хотите хотите холодный хотите горячий поклонники и сторонники обожатели почитатели есть как стоит так и с другой стороны я уже тому человеку ответил что и даже люди которые воду специально морозят со всякими там найти там отварами десцеллятами там ромашки кора дуба лещина там дарам дарам вот это все чтобы где-то ух ледышком провел его допустим вот к примеру вот возьмите ту же самую лещину и отвар делали что это это не хухры-мухры это очень интересная штука вот погуглите посмотрите и для нашей шкурки после бритья это могло бы принести очень многое а теперь представьте сделали в отвар разрешили из речи из лещины отфильтровали а потом просто взяли какой-то ванночке себе таблеточку заморозили а потом после бритья холодным ледок на давать никакой кирпич не нужен это кровоостанавливающего вот это вот еще то плюс еще там всякие бонусы фишечки там для кожи хорошая штука так пока я вам тут язык заговаривал вода поменьше ты были извини брат извини парня наговаривал наговаривал на чувака по полной да это не же скач но блин объем то он создает не это не сопля я-то думал что ошибка мягкий будет не а отлично ну просто хорошо мне нрав ну прям прям витас банионис смотрите какую забабашу ну и чешуля ну а то что о том что это не то пальто хотя бы можно судить по внешнему соотношению смотрите какая чаша и какой помазок то здесь по идее помазок там у хотя бы в полтора я уже не говорю два раза меньше надо а я в него монстром залезу все равно что слон посудной лавки это не умаляет эстетики чашек но с функционалом да тут она очень сильно под вопрос ставит тоже полоза пришел сел а где чаша нет он жопу все загрыл конечно какая там чаша так ну все давайте бриться и тут на баруан достаю широкий штанин самая bear что-то я не знаю все должно хорошо быть очень очень хочу надеються что все будет хорошо господи спаси сохрани я не за станок, чтобы у мамы все было хорошо, так, ладно, ну, пока восход-то рулит, смотри, как особенно хорошо видно, как голова станка с прорезями а-ля феник справляется со своей работы, то есть часть пены, она все-таки оставляет, и прилично. Ручка прям по кайфу, прям вообще. Длина ручки 12 сантиметров для меня пока еще под вопросом, внимание, эксперимент, ну, это я прям бросил, а вот сейчас если нормально поставлю, ну, чё, по ушам бьет, нет? Вот кто прав, подписчик или я? Я хотел там резинку еще наклеить, ну, ладно, посмотрим, а вот вес и ее цепкость, вот она как-то к руке как приклеилась прям, ух, хорошо, так, намочу, мыло дофигаще, очень дофига, ну, во-первых, этому помогала голова, во-вторых, мне кажется, видите, сам по себе такой, что тут всего дофига, да вы сами все видели, прям хорошо. Ребята, помогут огонь, Димыч, прям держи пять, красава, спасибо, надеюсь, что та синтетика, которую я тебе послал, она тебе тоже понравится, но этот хороший, есть все-таки кое-какие вещи в нем, которые я бы, конечно, исправил, хребет он не до конца прячет и время от времени он его высовывает, но это не тот хребет, который ставит ступор и думает, блин, как ты меня задолбал, как бы, чтобы он без тебя, это тот хребет, который вообще не мешает в работе, от слова совсем, да, он есть, да, при смене направления он появляется, жить не мешает совершенно, то есть он живет какой-то своей особенность жизнью, которая помогает мне в нанесении пены, он просто делает обозначение, не теряй меня, я тут, Анюта, я туда, а все остальное нормально, просто хороший, но отличный помазок. Эй, чё такое? Нифига себе. В комментариях под видео человек спрашивал, у меня под подбородком волосы слишком под острым углом растут, если против шерсти, то там вообще оттас туши свет. Ребята там правильно говорили, а ты в лоб не иди, ты попробуй как-то вот, если ты вот так это в лоб, а ты попробуй под углом, вот так, вот так, то есть, если в лоб это больно, то ты не кусай сразу, ты с этой стороны откуси, с той стороны откуси, прям, бим-бим-бим-бим, вот так вокруг обгрыз, а там глядишь уже и камелек останется, который видно не будет, а потом, если вот этот камелек уже такой, ну там уже и в лоб ему как дал, чтобы он ножок усил, его видно не было, вот так вот, если вот попробуй, попробуй, бывает, и тот же самый способ может работать и у тех людей, которые против шерсти под носом идти тяжело, вот тоже, он так вот тяжело, а ты попробуй под углом, под углом, потом тынь-тынь-тынь, и все, легко, так. Ну, уже практически нифига не осталось ничего, так, еще раз намочил, так, стоять, Маруська. Биг-брюз, да? Да, биг-брюз, хороший, хороший. Вот у меня, если кто-нибудь спросит, как там биг-брюз, там вообще нормально. Да, чё, вполне себе во всех режимах. Ребята, когда снизу вверх на вот большом плече, то с такой ручкой, хи-хи-хи-хи-хи. На этом удобривку оставим. Продолжение следует... Ну, пара-тройка мест есть, где бы еще можно было провести. Вот здесь вот мои поганые, самые нехорошие места. Ну и вот здесь вот. Так, ну давайте, наверное, с этим и покончим. Так. Ну и задний вот так сажал. Все, мы его выжали. Пен. С пен все в порядке. Держалось до самого конца. Мне кажется, для этой пены от VITAS, для него вопрос времени, это не первостепенный и не принципиальный. Он, наверное, мог бы еще полчаса простоять. Ну, это я так, не пробовал, не знаю. Вот по тому состоянию, что сейчас есть, совершенно по барабану, как в начале, так и в конце. То есть вообще ничего не изменилось. Икра замородская баклажанья кричит. А я, а я, меня, меня покажи, я тоже хочу. А что там показывать, если там внутреннего ничего не было? Я уже знаю, что сказать. Так, ну показывай, что ты тут. И вуаля, и все нормально. Компресс, 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 компресс. Ну и автошивиться будем. Как там говорят? Чехи, народная чешская мудрость хорошечна. И у меня так два помазка, один, тык-тык-тык, тык-тык, а шарик-тык-тык-тык-тык. Двукатринера сборной мне не хватает. А так все остальное есть. Хорошечна. На горе сидел казак. И молился Богу. Бойся ты, ойся, ничего не бойся. Зацените. Вот это я понимаю. Так, ну залезли. А то обычно я так мимо проскакиваю все время. Они же маленькие, что так незаметно. И все, а поздно уже, батенька, видос закончился. Короче, ребят, расход, восход СССРский. Про такие нельзя сказать. Сейчас такие делают, это старая закалка. Про такие можно сказать, это старая закалка. Есть еще в порох, пороховницах, ягодах, ягодицах. То есть вполне себе рабочий вариант, вполне себе работоспособное лезвие. И если вдруг с какой-то оказией вы где-то с этим столкнетесь, и у вас появится возможность проверить это, ребят, проверяйтесь, не бойтесь. Лезвия отличные, бреют. Хорошично, хорошо бреют. Ну и автошейф. Да был он уже у нас, че влить. Я за ли вообще уже не знаю, что говорить, потому что залито уже, наверное, все говорено, переговорено. Это старая добрая, португальская, ага, фиг вам. Там пацаны целые, ааа, Иванов. Испания, Испания, ребят, Испания. Ой, шиплется, шиплется. Да, хлопцы, иногда я подтопливаю, говорю что-то неверно. Иногда говорю неверно, что-то намеренно. Для чего? Да не то, чтобы у вас проверяю. Но просто обратная связь, ее никто не отменял. Закрадывается такое впечатление, что тут говори, говори, а там людям по барабану я все равно ничего не слушаю. Такого прямо не было ни разу. Но нет, нет, да что-нибудь возьму, ставлю, граница на замке. Поправляет махом, чирикнуть не успеешь, что, ааа, Викторович, ты не прав, потому что, потому что, потому что. И ты ясно понимаешь, что с той стороны экрана такие же живые люди, такие же крепкие умом, полны знаниями. Они все знают не меньше тебя, а еще гораздо больше, вполне себе возможно. И так возникает диалог. Ну что, против диалога что? Мы что сюда собрались? Потрандычать? Ну вот. Потрандычим. Все нормально, все хорошо. Ребята, бальзам-бомба. Бальзам-бомба, совсем немного времени прошло, его уже практически не чувствуется. Плёночка сейчас уйдет, есть холодок, есть щип-щип. Не думаю, что там какой-то спирт, но вот знаете, когда вот так вот прикладываешь, что вот что-то вот от спиртовой тематики все-таки такое есть, и это мне нравится. Это по кайфу. А тот холодок, который он здесь есть, он не чрезмерен, он выверен, и в той кондиции, которая, вот я не любитель холодка, он мне по кайфу. Если вы будете пользоваться этим летом, то приятные ощущения вам обеспечены, и лишнюю прохладу вот от этого всего вы, конечно же, будете получать в вещь. Если вы можете взять вот такой бальзамчик, клей, и у вас нету, возьмите, попробуйте обалденная штука. Тем более стоит он, ну не 3 копейки, но это нормальная ценовая категория такая, рабочая, крестьянская, пролетарская. То есть, ну, без штанов не останетесь, если вы такой возьмете. Штанок. Но прежде чем дойдем до штанок, хочу вот за этот чехольчик сказать. Ребята, понравился, спасу нет. Вот вплоть до того, что в каждом обзоре показывать, ну прям вот такой он кайфовый. С одной стороны я смотрел, ну шкурка и шкурка, кожу какую-то там взяли, сшили, там пару отверстий сделали, прорезь и вот на тебе. Просто, да, просто, просто, но... Вот тут весь цинус в простоте. Просто, но классно. Я вначале что-то там буксовал, что вот здесь вот края как-то не закруглили. Там внутри никому не говорил, но сам про себя-то думал. А сейчас думаю, а для нафига? Голова-то квадратная, чехол квадратный. Вопросы есть? Вопросов нет. То есть здесь все нормально, все хорошо. Запихать сюда какой-либо станок, так, ну вот что-нибудь такое, так вот эдакое. Ну давайте вот 41-ю голову с супер-пупер ручкой. Вот. Пожалуйста. То есть она универсальная. Взяли и пихайте, что хотите. Ну в смысле из танков. Пихайте, что хотите. У вас все сюда возьмет. Войдет. То есть вот это вот отличное, обалденное, хорошее изделие, которое, во-первых, может каждому пригодиться, кто с собой что-то берет. А во-вторых, вот даже вот если покупать не будете, а просто сейчас это видео посмотрите, блин, а я тоже такое хочу. Да у меня руки не из жопы. Да вот возьму и сделаю. И возьмете, и сделаете. Тем более, что кусок кожи найти-то элементарно. Сделать вот эти вот все вырезы элементарно. Проколоть шилом отверстие, а потом дратвое смахнуть. А что там делать-то вообще? Не хотите дратвое морочиться? Ну, иголкой и суровой ниткой. Тыр-тыр, восемь дыр. Все. Изделие номер один. Нет, изделие номер один уже забито. Изделие номер два готово. То есть, ну, вообще молодцы. Вообще. И как вот вообще вот так вот роквол умудряются, блять, что-то это делает вот такое, чего. Оно на поверхности простое. Раньше до них не делали. Кто-нибудь помнит, чтобы раньше вот такие чехлы были? Если есть, если знаете, ребят, скажите, потому что я вот такую штуку первый раз вижу. По кайфу. Опасные бритвы ИРФ, огромное спасибо, что вот дали возможность вам такую штуку показать. Прямо кайфанул. Хорошая штука. Подставки. Гремело, не гремело, узнаем во время монтажа. В работе понравилось, потому что ручка дали 12 мм диаметром. Сюда входит как родная. Иметь ли такую дома или не иметь, каждый решит сам. Но на мой взгляд, это очень интересное, очень хорошее изделие. Я теперь понимаю, почему с дорогими станками, которые, знаете, там супер-пупер, там за 100 баксов и выше, обязательно вот делают вот такие штучки. Это не как бы там, какая-то, знаете, там попантоваться, что-то или еще что-то. Это на самом деле достаточно серьезный инструмент и достаточно серьезная такая вот позиция, которая в домашнем обиходе, она очень даже может пригодиться и мастхэв должна быть. Вот представьте, у вас не 100-500 станков, а допустим там 2-3 или просто 1. И каждый раз, когда вы бреетесь, вам не нужно будет стучать головой по всей полке, а так вот и залистаночек поставили, и оно стоит. И точно знаете, что оно никуда не денется. Но мало того, это еще и красиво. И уж никогда вот станок не перевернется, и куда-то там не укатится, потому что, ну, веса под 200 грамм, как бы не дает это сделать. То есть там законы физики соблюдены. Роквелл молодцы. Молодцы, ребята, прям. Ну, как молодцы. Они не одни такие делают, там еще много всяких людей это все делают. Но вот конкретно вот эта штука мне понравилась. Мне по кайфу. Хороший, хороший. Так, следующее. Ну все, пленки нет. Ли, держи 5. Красавцы, молодцы. Работу знаю. Помозок. Разрак. Биг. Брюс. Почему Биг я догадываюсь, потому что он не маленький. А почему Брюс я хз? Не могу сказать. Но одно могу сказать точно, что, ребята, вещь зачетная. Сейчас я до сих пор даже еще не знаю, сколько он стоит. Потому что Иван подогнал, ой, прошу прощения, Дмитрий подогнал, а я даже не гуглил, что там, да как. Ну, учитывая то, что это разрак, там они ценник-то сильно-то не ломят. Ну, могу предполагать, что это в районе 25 баксов, да? Но сейчас вот точная цифра замаячила, там ошибся, не ошибся, вы сейчас уже можете поржать. Я потом поржу, когда гуглить буду. Помозок классный, ребята. Если он не нарушает в вашем понимании соотношение цена-качество, ребят, тогда думайте, брать, не брать. А если все-таки это не та сумма, которая вас сбивает с седла, и там они что-то дома рухнули, ну, тогда есть смысл взять этот помозок. Почему? Из синтетики он не самый поганый, и я бы даже сказал не середина, я бы даже сказал выше середины. Вот где-то вот 75-80% вот так вот где-то вот отмерить, и вот там где-то он крепенько-то и сядет. Потому что у этого помозка есть все, что должно быть. Да, вначале я сомневался, будет ли он хороший в работе, потому что при 20-ти узла 26, ой, 60, сколько там, миллиметров, да, диаметра 27, и набивка не так, чтобы очень плотная. Ну, все, сейчас сопля будет, а если не сопля, то что-то такое средненькое. Ага, хрен-то там, нифига не средненькое. Объем создает, хребет есть, хребет не пялит, во время работы умело его убирает, при смене движения хребет не мешает нифига. Это годность, годное, хорошее изделие по части узла. И все это дополняет. Отличная, великолепная по дизайну ручка. Акрил хорошего качества, надпись соответствующая, которая на скорость не влияет, но эстетики будет добавлять. Есть, держать удобно, ненапряжно, в работе огонь. А что еще надо? Очень даже молодец. Кто-то спросит, а как он по сравнению с этими, с теми же яками, например. Ребят, что-то похожее у яков я видел. Я видел, сейчас конкретно не могу ткнуть пальцем, сказать, вот, это он. Но, если видео отмотать, то поискать, то, конечно же, найду. Это как раз тот помазок, который тоже не прятал хребет, потому что все остальные яки просто объем создавали. А это с хребтенком. Но у того хребет мне мешал, а здесь нет. Вот как-то он так интересно сделан. То он есть, то его нет. Вот, хороший, хороший, отличный помазок. Димыч, еще раз тебе огромное спасибо. И прям, если кто-то надумал брать, и думал брать, не брать, очень большие шансы на то, что это вам зайдет. А у кого уже есть синтетика, и стоит ли покупать еще одну, ну, ребят, смотри, какая у вас синтетика. Кроме как хорошей работы, он вас ничем не удивит. Поэтому подумайте, нужна ли вам вторая. Вот как-то так. Штанок от Яков. Сегодня, ребята, я уже могу сделать сам для себя окончательный вертит, подвести дедлайн. О, блин, черту. Голова от Феникса не моя в любом исполнении. Не то, чтобы она мне чем-то фи-фи-фи. Нет. Нормально, рабочая, хорошая, средняя агрессивность. Все, все, все в порядке, все нормально. Но все равно, что-то в работе этого станка, то, что я вот так, знаете, сформулировать-то не могу, это все равно, что он там принцесса лежит на семи матрасах, там внизу умная бабушка подложила ей там маленького гномика и он ей снизу тын-тын-тын потыкивает. Она и чувствовать-то его не чувствует. Или горошину, что он там подложил, сказку. Вот горошину, по-моему, я тоже думаю, что-то гномика кто-то там пихает. Так вот, она чувствует эту горошину через 28 матрасов, а сказать, что это такое, не может. Вот здесь такая же фигня. Я чувствую, что это не совсем мое. Может быть, я уже избалован обилием инструмента, может быть, какие-то другие причины, но я не могу сказать, что, а, ног мой. Вот здесь я орал, кричал, стучал в бубен и это мое все. Он по кайфу. Он мне реально зашел. Это маневр. Но выходили люди и говорили в комментариях, Викторович, пробовали, знаем, плавали, видели. Для меня четко агрессивно. Их немного было, человека три, но они были. А для меня это самый цимус. Я с этим станком и в Крым, и Рым, и в дальнее плавание, да, блин, ты меня хоть на луну, хоть на марл, закидывай, я его с собой возьму. И не расстроюсь. Про этот я так сказать не могу. Но, все-таки здесь есть еще очень хорошая плюшка, которая мне реально по кайфу зашла. Эта ручка. В ней каким-то чудесным образом для меня слились сразу в кучу очень много интересных и приятных для меня вещей, которых до этого я еще как-то не успел попробовать. Если, допустим, насечкой он меня не удивил, но просто порадовал, потому что вот такая насечка уже и раньше попадалась и цепкость, функциональность она соблюдает полностью. Диаметр 12 миллиметров тоже не удивил, потому что тоже как бы такое было. Вес 90 грамм, да потяжелее в руках держали, нормально, но вот длина 12 сантиметров нечасто такие такие жезлы джедая, в руках ты держал, а здесь по кайфу, особенно это по кайфу, когда работаешь сверху вниз или наоборот снизу вверх. Фу, огонь, прям вообще обалдеть, прям что-то ляля, прям так это приятно, так это интересно, так это уверенно, информативно и просто работаешь, отдыхаешь, вот как будто знаешь, держишь инструмент в руках, который тебе по кайфу, который, ты не пошел в супермаркет, не купил первый попавшийся, пускай хорошие фирмы, которые для тебя делали, под твои руки-клюки заточены, ты его взял, о, манев, тебе не надо объяснять, почему твое, ты это просто знаешь, это твое, вот так я могу сказать про эту ручку, так она мне по кайфу зашла. Ребят, вот если меня кто-то спросил, вот стоит ли брать, ребят, вот за станок, я бы сказал, думайте, а вот если, допустим, взять этот станок хотя бы из-за ручки, берите, берите, сколько он там стоит, ну 15 баксов, да 15 баксов за ручку, но если для вас не влом, подойдет к любой другой голове, просто берешь и поешь, и песня, и просто хорошо, просто хорошо, прям, понравился, понравился, так, ну карандаши, карандаши, хоть в этот раз и не пригодились от опасной бритвы РФ, но на стрёме-то они стояли, плюсы-минусы эти карандаши, минусы, ну с одной стороны можно было бы сказать, конечно, стоимость, 290, сколько там, 200, 200, 285, так, а, 290 рублей, но с другой стороны опасная бритва РФ какую-то хитрую систему у себя на сайте вела, она, если вы оплачиваете картами, какими там, сказано на сайте, она вам делает скидку 2%, плюс, если вы покупаете какое-то изделие, она вам ещё какие-то бонусы засчитывает, что это такое, ребят, не спрашивайте, сами на сайте разбирайтесь, но там 1 балл равен 1 рублю, и получается, если бы, допустим, я брал бы уже не первый раз, а, допустим, второй, третий, я пришёл бы покупать этот карандаш, то я оплатил бы онлайн, минус 2%, минус те бонусы, и мне бы он отошёл, я не поленился, посчитал, но 269 рублей 20 копеек, но скажу так, если вы думаете за карандаш, то это вполне себе нормальная, демократичная цена, другие компании, ну, продают и подороже, дешевле, дешевле, не видел, то есть вполне себе нормальный ценник, если вы думаете за карандаш, если же вам карандаш нафиг не нужен, то думаете за кирпич, там ещё за что-то, ребят, ну, тогда вам надо просто другое что-то посмотреть, а карандаш, карандаш это точное воздействие, карандаш это с собой дорогу куда-то взять, если вы уезжаете, допустим, там на пару-тройку дней, неделю, и вам нужно что-то для подстраховки, о, взял, сумку бросил, и не паришься, вот только в этом случае, ну, чашечка, 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 лядечка, самое главное ты мне рассказал, ребят, вот в кои-то веки, но сегодня это случилось, у меня в руках изделие, за которое по функционалу я ничего хорошего сказать не могу, потому что я его не успел проверить, функционал этой чаши нужно проверять с маленькими помазками, которых у меня нет, но зато я очень много хорошего могу сказать за эстетику, внутреннее восприятие и просто, знаете, ту энергетику, которую эта чаша мне дает. По функционалу мне почему-то кажется, что это 50-50, то есть по большей части это для души эстетическое восприятие, потому что по функционалу вы даже если на кухню пойдете, вы чашку любую возьмете, или пиалу, она больше будет и больше пользы вам принесет, пускай даже там тоже не будет покрышек внутри, но вы можете пойти на кухню взять допустим роговую пиалку, роговую из буйвола или допустим роговой стакан, не, ну так если вы живете в Грузии такой целый рог пустой можете взять, да, но только там вы хренчего вас забьете, особенно если вы там дураб или еще что-то, у него наверняка там вся квартира в рогах увешана, в рогах, в рогах, как правильно нужно подчеркнуть, это вот вы поехали к командировку, бросили в сумку, пошли бриться, хоп, вытаскиваете, так, Виктор, что у тебя там, а у меня, вот, широкий штейнер, так, ха, дай подругать, дай посмотреть, стопудово, руки потянутся, дай подсорвать, дай помаслить, это, ого, это, вот я говорил уже несколько раз для души, вот этим все и сказано, здесь нет суровой необходимости, здесь просто, если у вас есть лишняя копейка, стоит-то не дешево, там, да и тысяча рублей, вот себя только потешить, вот в этом плане, но если, кайфовый, кайфовый, я не знаю, почему она просто нравится, я даже думать не хочу, чтобы было, если бы она, допустим, была в два раза больше, я думаю, это было бы уже не то, да, конечно, там пену было бы сбивать гораздо легче, но вот этот роговой тазик, куда его, что его, куда его, а это вот так вот стоит, я думаю, если у вас такая бы дома стояла, у вас бы даже маленькая войнушка была, любимая бы пришлось, но она бы туда свои колечки, сережки всякую фигнила, бегали там, мат перемат, а ты опять там свои колготки, мои колечки накидала, то есть вот, как бы женщины у вас даже не уля взяли эту чашку, я об одном сожалею, что у меня внутри вот этих черточек нет, так бы она мне еще больше нравилась, а так нравится, нравится, ну, на этом, пожалуй, а, Витас, Витас, какой, вы что, Лех, роговой, огромное тебе спасибо за то, что дал возможность пацанок познакомить с этим мылом, рассказать, для меня это рабочая лошадка, очень даже, очень даже она меня удивила, потому что это мыло, которое имеет полностью тот функционал, который он должен иметь, хорошая пена, плотная пена, долгоживущая пена, с обалденным скольжением, со всеми, со всеми, со всеми фичами, которые вы можете сказать про мыло, оно у него есть, у него нет одного для меня запаха, но оно, сука, не пахнет, поэтому именно я, для себя, такое мыло, любимое, никогда бы не произвел, но я точно знаю, что очень, очень, очень много людей, которым запах этот, он как бы и нафиг не нужен, они наоборот, бегают ищут, парни, ну где взять мыло без запаха, вот, мыло без запаха, красный цвет, с глицерином, витас, причем, с полным набором, обалденных, кошерных качеств, необходимых, для обритренного мыла, вот этим людям, да, вот он, ребят, берите, ссылку на страницу, в Лехе, в ВК, я оставлю, возможно, у него еще что-то осталось, вот, если бы там запах был, ух, то это бы уже зависело от того, какой там запах, вот так бы еще, может быть, живому понесли, сказал бы, слушайте, там кусочек еще есть, ну, это так, это мечты, на этом, пожалуй, что и все, разрешите с вами попрощаться, добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких, дай вам Бог здоровья, ну, и подписывайтесь на канал, до новых встреч, с вами был я, Вадим, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok